Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях автор самых популярных бизнес-книг в России Максим Комбат Батырев. Максим, здравствуйте! Здравствуй, Игорь. Так официально ты не представил. Мне кажется, что ты забыл добавить, что мы с тобой дружим. Максим, в контексте этого наблюдения, скажите, пожалуйста, что для вас друзья? Я скажу. Я недавно это понял. Это когда люди с тобой общаются и хотят проводить время, им от тебя ничего не нужно. Вот что такое друзья. То есть у них нет корыстного мотива. Зачастую именно так друзья и проверяются. Когда вокруг тебя есть люди, окружение, допустим, когда у тебя есть власть. Вот у меня есть директорская должность, вокруг меня очень много людей, которых я называю друзьями. Но когда директорской должности лишаешь, эти люди почему-то начинают пропадать из моей жизни. То есть получается, что дружба-то какая-то была корыстная на самом деле. А сейчас в моем окружении вот как раз люди, которым ничего от меня не надо. То есть мы, когда встречаемся вместе, мы просто наполняем друг друга своей жизнью, своими историями, своими знаниями, своими инсайтами, своими какими-то кейсами, примерами и так далее. И они сами все самодостаточные. То есть точно от меня ничего не надо, у них нет корысти. Кроме как провести со мной хорошо время. Я самодостаточный, и мне тоже от них не надо ничего получить, какую-то выгоду приобрести и так далее. И вот для меня друзья, это окружение, которому от тебя ничего не нужно, им просто приятно и хорошо быть с тобой. Скажите, пожалуйста, Максим, вот вы сказали, что когда человек становится популярным, вот проходят такие вещи, что друзья иногда детство меняют свои отношения. Вот вы сейчас являетесь кумиром для некоторых, может быть для кого-то, по крайней мере тем форматом, к которому хочется стремиться. Вот скажите, повлияла ли лично на вас популярность? Вы поменялись лично вы, после того, как поняли, что вы являетесь одним из самых востребованных бизнес-тренеров в России? Ну мне хочется думать, что нет. Мне вообще очень сложно сказать, как я меняюсь, потому что, наверное, меня как личность, как человека, оценивают скорее мое окружение. И окружение, наверное, даже не мама с папой, потому что для мамы с папой я всегда буду хорошим, для тех людей, которые меня знали и тогда, и сейчас. И они говорят, что нет, вот эти люди. Они говорят, что в этом-то и есть твое основное преимущество, что ты не заносчивый, несмотря на то, что там слава есть отчасти, или популярность. Ты доступный, ты всегда идешь навстречу, ты на смс-ки отвечаешь, условно говоря, незнакомым людям. И к теме можно подойти, и там не видно налета медных труб. Вот есть же такая история про то, что люди должны проходить огонь, воду и медные трубы. И не все медные трубы проходят, потому что, когда тебя начинают трубить и встречать тебя величием, каким-то славой, то некоторые люди сносят крыши. Я вижу некоторых артистов, допустим, даже своих коллег, которые не подойти к ним за версту. Я не хочу их осуждать, просто мне кажется, что этот этап уже прошел, и это было еще в школе, честно говоря. Я был капитаном команды КВН, и я так зазнался, когда мы там выиграли чемпионат, и родителям говорил, вплоть до того, что там вы ничего не понимаете, вот я крутой, там неудачник, ну не то, что неудачники, а я вот гораздо круче, чем вы. Это была отвратительная история, отвратительная. Но мне повезло, что сразу после школы я пошел в армию, а там быстро поставили меня на место. И лучше пройти этап медной трубы в 17 лет, а не в 35, а не в 45. Когда эта слава приходит, ты не знаешь, что с ней делать, поэтому там крышу сносит у некоторых людей. Поэтому я считаю, что люди должны, в первую очередь, быть человечными. Человек должен быть человечным. Скажите, а главное достижение, которое вы можете поставить в противовес вот этим всем высказываниям, когда вот бизнес-тренер, зазнался, либо взлетел, стал звездой. Какое главное достижение вы считаете для себя, которое вы сделали для людей, или может быть для своей семьи? Ну и для своей семьи, я думаю, что все достижения еще впереди. Потому что самое главное это помнить о них, не забывать и все время тратить туда ресурсы. Даже если это, ну давай так скажу, даже если это бывшая супруга. Потому что бывшая супруга, с которой живут дети, я все равно буду ресурсы и время, и энергию ей отдавать. Несмотря на то, что мы вместе не живем. И родителям, мы с родителем тоже вместе не живем. Я тоже буду отдавать время ресурсы. И текущая супруга моя, естественно, и ее сын, мы тоже будем отдавать. То есть, ну не забывать об этом. Это бесконечный процесс. Я не могу сказать, что главное достижение есть в этом. Просто это нормальная, такая норма этики мужской, наверное. И вот быть, опять же, человеком. Вот, а не скотина есть какой-то. Что касается профессионального достижения, хочется, точнее не хочется, а раньше я выделял многие, многие, многие. Но, откровенно говоря, если бы не книга «45. Тотурок менеджера», которая была написана в 2013 году, я бы не стал таким популярным. То есть, она меня помогла. Она была паровозом. Она до сих пор самая востребованная и самая продаваемая. Удивление, 6 лет уже прошло, она самая продаваемая в России каждый год, среди бизнес-книжек. И это удивительно, удивительно, да. Но есть много других продуктов, которыми я горжусь. Но, наверное, локомотивом все-таки является эта книга, первая моя. Вот она меня сделала, наверное, узнаваемым в узких кругах управленческих. Скажите, вот вы так тепло говорите о своей бывшей супруге, о нынешней. Что вы готовы были бы сделать ради любви? Я, наверное, не такой глубокий философ, каким хотел бы казаться. И в Библии любовь описана, и в принципе описано, что нужно делать. И там она даже по категориям разбита. Что, первым, надо чтить Господа Бога своего. А чтить, это значит тоже помнить и соблюдать некоторые традиции, которые описаны. Я не могу сказать, что я там выцеркленный человек слишком сильно. Скорее, у меня такое попсовое верование есть. Общепризнанное. Яйца покрасить на Пасху, да в прорубь нырнуть на крещение. Ну и пост подержать иногда. Но, тем не менее, это должна быть тоже безусловная любовь. Наверное, любовь, она в первую очередь должна быть безусловной, как и дружба из этой же серии. Потом супругу свою любить. Но это тоже же внимание, энергия, ресурсы, силы. Все в этом же направлении. Дети, родители. Чити своих родителей, почитай их и будешь жить долго. Тоже в Библии написано про это сам. То есть рецепт долголетия, он известен. Надо просто любить своих маму с папой и всегда тоже отдавать частички своего сердца им в том числе. Я так понимаю, что вопрос, он касается, в первую очередь, такой какой-то категоричности про подвиг. На что ты готов там прям в крайнем случае ради любви. И мне очень сложно ответить на него, потому что любовь же бывает разная. Бывает любовь к родине. И это тоже любовь, она тоже в Библии описана. И настоящий мужчина, когда случаются какие-то критичные действия, он берет автомат и идет на войну. То есть он призывается. Я не могу сказать. Ну, там условно, мог бы отдать почку своему любимому человеку. Конечно, да. Чтобы он жил дольше. Я просто даже не хочу представлять себе такие ситуации. Сколько литров крови я могу сдать, если что-то случится. Да всю, понимаешь. То есть я сделаю все возможное для того, чтобы моему человеку близком он был хорошо. Это, кстати, один из моих мотивов вообще, там, зарабатывания денег. Потому что, как мне моя супруга говорит сейчас, что для себя денег жалко, а для других нет. Ты, говорит, отдаешь гораздо больше, чем на себя тратишь. Я говорю, так в этом есть смысл большой, мне кажется. Ну, а что я? Я обычный человек. Мне надо костюм, пару джинсов, ну, там, не знаю, книжек купить каких-то, да, какие-то игрушки, телефончик новый, там, и все. А в целом, все остальное, конечно, на развитие своего окружения должно идти. Ну, и я считаю, что это правильно, наверное. В связи с тем, что вы сейчас являетесь одним из самых востребованных и популярных бизнес-тренеров России, скажите, пожалуйста, есть дефицит времени общения с любимыми людьми, дорогими людьми? Да. Ну, честно говоря, скажу так, что, наверное, это было одной из причин развода моего с первой супругой, да, потому что я когда уехал из дома, я уехал из дома на 4 года, у меня вообще крайне редко появлялся дома, без выходных работал, и, наверное, это была там стратегическая ошибка. Но, в принципе, мы же хорошо расстались, мы друг на друге хорошо говорим, думаем, вместе работаем, дружим и даже воспитываем детей. То есть мы ни в коем случае там не ругаемся. Может быть, мне кажется, даже что отношения все стали лучше, чем были, когда мы решили просто не жить вместе, друг с другом. Но из любой ситуации человек должен выносить урок какую-то, татуировку, как я это говорю, в принципе. И вот эта вот моя работа, когда я сам себя загнал в ущерб отношениям, в том числе и семейным, она, наверное, меня все-таки научила тому, что нужно стремиться к балансу в том числе. И я должен оставлять все время для того, чтобы, естественно, появляться в жизни своих детей, и чтобы супруга меня, моя нынешняя, не забывала. И я хочу качественно провести время с родителями иногда находить. Потому что, с одной стороны, есть спрос и достаточно высокие гонорары, и я могу заработать много, но теряется смысл всего этого, когда ты перестаешь видеть своих близких людей. Вот про то, что мы говорим. Когда ты вообще не встречаешься с друзьями годами, а если встречаешься только по работе, допустим. Когда ты сам себя оправдываешь тем, что я хочу, чтобы дети не жили в нищете, у каждого там было достойное образование, но при этом ты их не видишь. Всегда принимай решение, ты все равно понимаешь, что у любого решения такого есть две стороны. С одной стороны, ты чего-то лишаешь, с другой стороны, ты что-то приобретаешь. И у меня был момент в жизни, когда дочка, ей было тогда три с половиной года, она мне подарила рисунок, на я приехал с командировки, там был рисунок, рисовать любит Милана. И она говорит, папа, папа, это тебе подарок. Я говорю, а что тут нарисовано? Она говорит, это наша семья. Там была мама, двое детей, а меня не было. Я говорю, Милана, а где папа? Тяжелый момент. Она говорит, а папа в командировке. И я понимаю, что я в командировке, когда она родилась. То есть для нее это, в принципе, норма жизни, что меня нет в ее жизни. Да, я очень сильно переживал, переживал. Ну и по сути, там уже так, это было такое начало-конца наших супружеских отношений, в том числе где-то в этот период. Но надо учиться, это была ошибка. Я больше такого не хочу, чтобы мои дети рисовали семью без меня, чтобы про меня забывали близкие люди, ну потому что я просто решил подзаработать денег или, не знаю, профессионально реализовывать. Я считаю действительно, что баланса нет в жизни. Что если, ну чтобы там быть номером один, ты должен заниматься чем-то одним таким профессиональным. Допустим, реализовываться как профессионал. Или мама там действительно должна тратить себя на воспитание детей, чтобы там самореализовываться как мать. Должен быть момент, то что когда ты уже успешен, достаточно, то что ты должен остановиться и начать выстраиваться в себе другую жизнь. Потому что теперь у тебя есть другие ресурсы. У тебя уже есть даже те же деньги, другие связи, другой круг общения. И другое мышление из-за круга общения в том числе. И, наверное, я сейчас на этом этапе нахожусь. То есть я больше не готов отдавать выходные на мастер-классы. Конечно, если я еду на Дальний Восток, то там удобнее на 12 дней уехать сразу. Объехать все города и так далее. Но сейчас все выходные мне посвящены детям и моей новой семье. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Максим, какое бы вы хотели оставить наследие? Я хочу изменить общество. Особенно общество тех людей, которые являются управленцами. Неважно, собственник ты бизнеса, владелец или наемный руководитель. Мне хочется, чтобы у людей была осознанная компетенция управления в любых ее смыслах. С точки зрения морали, этики, нравственности и чести, кто такой управленец, они должны понимать. Я думаю, что я могу на это повлиять, я даже влияю на это. Отчасти я могу дотянуться не до всех, но до тех, до кого дотягиваюсь, в сознании что-то меняется. И с точки зрения понимания, что такое результаты, что профессия руководителя, это не только зарабатывать бабки, но еще и выращивать людей. С точки зрения социальных функций менеджера и с точки зрения управленческих компетенций. Это стандартные вещи. Контроль, организация работы, мотивация и так далее. Все это надо подтягивать, потому что у нас очень низкий уровень культуры. Я думаю, что могу. С помощью продуктов, которые создаются в моей компании и мной лично, мы очень сильно стараемся прокачать управленческую среду. И именно эта управленческая среда потом изменит мир. Она начнет менять свое окружение, своих подчиненных, своих людей. Но, в общем-то, это и есть то, что я хочу оставить. Это книги, это мои продукты, может быть, IT-решения, это мои мастер-классы, которые посещают людей. У них меняется сознание зачастую. Хотя я не говорю, что я сильно изменяю картину мира, но, тем не менее, стараюсь тоже на это повлиять. Сейчас у нас в Ростове прошел мастер-класс. Конкретно мы с тобой интервью снимаем. Целый час я выслушивал слова людей, как у них жизнь меняется. После того, как они начинают знакомиться с моим творчеством, скажем так. И надо это продолжать. Это и есть моя нашла идея. Благодарю, Максим, за честные, искренние ответы. Спасибо, Игорь. С нами был автор самых популярных бизнес-книг в России Максим Батарев. Спасибо.